В последнее время в нашей стране довольно часто говорят о необходимости повсеместного создания комфортной городской среды. Для этого принимаются различные программы и выделяются немалые суммы денег. Где-то результат этой работы, как говорится, налицо, а где-то комфортной средой пока и не пахнет. Как, например, на проспекте Победы в Твери, где большие вопросы вызывает состояние тротуаров. Тему продолжит наш корреспондент. Проспект Победы – одна из главных городских магистралей. И если к качеству дорожного полотна здесь особых претензий нет, еще недавно на проспекте был уложен новый щебеночный мастичный асфальтобетон, то вот состояние тротуаров не выдерживает никакой критики. Наибольшие претензии у горожан вызывает участок на пересечении с улицы 15 лет октября. Хотелось бы, чтобы сделали нормальные тротуары, чтобы люди ходили, дети с колясками, потому что это сами видите. Я хожу с маленькой дочкой здесь, то есть живу рядом. Вот она спотыкается, падает, иногда коленки разбивает. Нет слов. Государство, чтобы сделало, конечно, хотелось бы. Вон особенно та сторона. Это вообще позор. Улица такой проспект Победы, а тротуар хуже не придумаешь. Там вообще не пройти, там через крыльцо перелазить приходится. Вон посмотрите, там в начале тротуара. Тротуары сами видите, все разбитые кругом. Я утром шла, здесь была эта самая ледневка, плохо работает. Я не могла перейти, как вот раньше было здесь потоп, что машины застревали. Но потом шла, уже маленькая ледневка сработала, можно перейти. И подобную картину можно наблюдать практически на всем протяжении проспекта Победы. Ямы и колдобины, разваливающаяся тротуарная плитка и поплывший асфальт. Ситуация усугубляется в пасмурную погоду, когда некоторые участки превращаются в самую настоящую кашу. В таком состоянии тротуары на проспекте Победы оказались из-за того, что долгое время за них всерьез никто не брался. Имел место лишь фрагментарный ремонт, который проводили собственники и арендаторы коммерческих помещений. В этом уверен эксперт в области дорожного строительства Александр Крючков. Здесь остатки старого тротуара, который есть еще с советских фрагментов. Сопряжение с новым, который пытается предприниматель, организовывая, благоустраивая и призывая к себе покупателей, делают свои тротуары. Но все это делается не по архитектурному решению, а не так, кто как, что, чего придумал. Потому что все, что делается самостоятельно, в общем объеме, оно все равно придет в негодность. Так случилось и на проспекте Победы. Сегодня тротуар здесь представляет собой хаотичную мозаику, значительная часть пазлов которой развалилась. А все потому, объясняет Александр Крючков, что должной подготовки основания и нормального водоотведения на этом участке не было и нет. Трескается из-за того, что подготовка плохая, проседает все. Потому что ливнестоки неорганизованы, которые идут с крыши этого дома. Там вот асфальт, дорожку всю просто-напросто размыл и провалилась. В подготовке основания практически нет. Впрочем, ситуацию еще можно исправить, уверен Крючков. И сделать это возможно еще в этом году, до наступления холодов. Как считает эксперт, сейчас нужно снять весь старый асфальт и тротуарную плитку, грамотно подготовить основания и обустроить новые тротуары. Однако будет ли проведена подобная работа в ближайшее время? В городской администрации уверяют, что да. В администрации города Твери разработана сметная документация по ремонту тротуаров на ряде магистральных улиц города Твери. В текущем году мы планируем отремонтировать проспект Победы от Волоколомского проспекта до площади Терешковой по нечетной стороне дороги. Отметим, что нечетная сторона – это именно та сторона, где расположен участок, на котором работала наша съемочная группа. Тротуары на проспекте Победы по четной стороне в городской администрации обещают привести в порядок в будущем году. О ходе этих работ мы расскажем в следующих выпусках новостей.